Чтобы протаранить катер, аквабайку понадобилось несколько секунд. Трагедии, к счастью, не произошло. Но пассажирку гидроцикла увезли на скорой. Очевидцы рассказывают, в катер аквабайк влетел на полной скорости. Хотелось бы в очередной раз обратиться к отдыхающим, приезжим, которые приехали к нам на отдых. Будьте бдительны, не будьте пассивными на воде. И все это приводит к, к сожалению, алкоголь. Как мы не уговариваем, не упрашиваем. Жара. Вода еще не везде достигла своего максимума. Только за выходные случилось три происшествия с участием разного водного транспорта. Сегодня ночью инспекторы ГИМС пытались поймать винсерфингиста, которого унесло шквальным ветром. Поймали аж у песчаного. Что касается проведения различных родов аттракционов на воде, еще раз повторяю, они запрещены. Кататься на бананах и ватрушках просто опасно, напоминают инспекторы ГИМС. А вот за покатушки в зоне купания может грозить штраф. Правда, и сумма невелика – до тысячи рублей. Поэтому владельцев дорогих игрушек, гидроциклов и катеров это не останавливает. Катаются прямо по головам. И нередко это приводит к трагедиям. В 2014 году винтом катера мужчине повредило ноги. Кроме любителей погонять по головам, радуют отдыхающих и собачники. Многие купают своих питомцев прямо рядом с чужими детьми. Это не смертельно, но не гигиенично. Вы своему питомцу никогда не скажете, вот здесь пляж и здесь в туалет ходить нельзя. Люди, дети, маленькие бегают по этому песочку. Это абсолютно не гигиенично. Купать животных вместе с людьми противозаконно владельцу может грозить административное наказание. А для домашнего любимца купание в жару и вовсе смертельно опасно. Тепловой удар у собак случается за считанные минуты. Светлана Садовая, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.